Всем привет! Сегодня у меня в гостях Никита. Никита, привет! У Никиты свой YouTube-канал, который называется Inhale Russian. Никита создаёт видео для иностранцев, которые изучают русский язык с Comprehensible Input. И сегодня мы поговорим немного о работе, немного об изучении языков. Никита, расскажи, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность — это большие слова. Не могу сказать, что я профессионал. Сейчас я даю уроки русского языка как иностранного для иностранных студентов по всему миру. Это моя новая работа. И я бы сказал, это и хобби, и работа, и всё вместе. Но сейчас я занимаюсь только этим. Когда ты начал преподавать русский язык? Я первый раз попробовал в мае 2024 года. Я задумался об этой идее очень давно. Очень долго изучал информацию на эту тему. Но пробовать конкретно работать с людьми я начал только в мае этого года. Когда первый раз у тебя появились мысли о том, чтобы преподавать русский язык? Хороший вопрос. Я очень хорошо помню этот момент в своей жизни. И на самом деле это не очень хорошее время. Это был момент, когда я переехал в Казахстан на несколько месяцев. В России тогда была не очень хорошая и не очень стабильная ситуация. И я решил переехать в другую страну на неопределённое время. В тот момент многие мои взгляды изменились. В тот момент я начал больше думать об аспектах жизни, о которых я не думал раньше. И также я начал больше думать о некоторых аспектах себя, своей личности и своей жизни. Мне очень хотелось попробовать что-то новое. Я хотел найти новое хобби и очень хотел найти новую работу. Потому что, честно говоря, я ненавижу свою прошлую работу и свою прошлую профессию. И я вспомнил, что мне всегда была интересна тема иностранных языков. Мне уже несколько лет очень нравится русская культура. Я подумал, почему бы не совместить две эти вещи. И я понял, что преподавание русского языка как иностранного может быть хорошим выбором для меня. Понятно. Ты учился на преподавателя русского языка? Да. Я заплатил немаленькие деньги за обучение. Сертификат я не получил, потому что я не делал финальную работу. Ты не сдал экзамен? Это был не экзамен. Это было неформальное обучение. Потому что я учился не в организации, не в университете. Это был частный курс у профессиональных лингвистов. И там была экзаменационная работа, но атмосфера была очень неформальная. И в последний момент я просто бросил этот курс, потому что в тот момент я уже хорошо знал про Comprehensible Input. Этот курс учил тебя обучать русскому языку традиционным методом? Да. Этот курс базировался на грамматике и на традиционном подходе к изучению русского языка как иностранного. На традиционном академическом. Как я сказал, там была неформальная атмосфера, и там не было жёстких рамок и конкретных жёстких требований. Люди были открыты к некоторым идеям, но в основном это был курс, который фокусировался только на грамматике. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствовал и думал, пока обучался на этом курсе? Во-первых, хочу сказать, что мне было очень интересно. Да, я сейчас абсолютно не преподаю грамматику, абсолютно не думаю о традиционном преподавании, но мне на самом деле было интересно, потому что я думаю, что у меня немного логический мозг, рациональный мозг, и иногда мне интересно смотреть на язык как на конструктор, как как бы с математической точки зрения. И мне было интересно анализировать русскую грамматику с перспективы иностранного человека. Но то время, как я обучался на этом курсе, я узнал про Comprehensible Input, потому что одновременно с этим курсом я начал изучать испанский язык. Несколько дней я попробовал изучать грамматику, но очень быстро я узнал про Comprehensible Input. И потом я начал использовать только новый метод. И я понял, что интуитивно этот метод мне очень нравится. И я посмотрел на контент и материал на русском языке, который есть в интернете. И я понял, что это большая и свободная ниша, которая и интересная, и перспективная может быть. И поэтому в какой-то момент курса у меня пропала мотивация, и я начал думать о том, чтобы сменить вектор, сменить направление и попробовать фокусироваться на другом методе преподавания. Тебе понравился этот метод сразу же, как только ты узнал о нём? Можно сказать, что да, может быть, не в первую секунду, но через несколько дней. Потому что я начал очень интенсивно смотреть контент на испанском языке. У меня было достаточно много свободного времени. И я слушал испанский язык минимум два часа в день. Очень быстро я начал видеть результат. Я начал понимать, что этот метод работает, по крайней мере, для меня. И поэтому, да, очень быстро мне понравилось. И очень быстро я переключился на этот метод. А можно спросить, почему ты выбрал испанский язык? Ты не первый человек, который задаёт мне этот вопрос. И, честно говоря, я не знаю. У меня есть только маленькие идеи, мысли на эту тему. Если говорить про простые причины, примитивные причины, мне очень нравится звук испанского языка, мне очень нравится вайб испаноговорящей атмосферы. Также в прошлом, когда я был подростком, у меня был опыт общения с латиноамериканцами. И я помню, что мне было очень легко и приятно говорить с этими людьми. И в тот момент мне показалось, что у нас очень похожие менталитеты. Скажи, пожалуйста, а что за латиноамериканские люди это, с которыми ты общался? Когда я был подростком, я несколько раз ездил в Северную Америку, чтобы изучать английский язык. Когда у меня были каникулы летом, на один месяц я ездил в Канаду или в Америку. Это было три раза. И в первый раз я поехал в Канаду на один месяц. Я изучал английский в канадской школе для иностранных студентов. И в этой школе было много людей из Мексики. И мы очень хорошо общались. И с того времени я помню, что это интересные и хорошие люди. Понятно. Это стало твоей мотивацией к изучению испанского языка. Я бы не сказал, что конкретно это стало мотивацией. Но это стало одной из причин, почему мне казалось, что испанский интересный. Это стало воспоминанием, которое стало причиной для того, чтобы я попробовал изучать испанский. Значит, есть и другие причины. Да, есть и другие причины. Это опыт чтения латиноамериканской литературы. В школе на уроке литературы один раз мы читали маленький рассказ Борхеса. Борхес — это латиноамериканский писатель. Я не помню, из какой страны. Может быть, из Аргентины. Я не уверен. Извините, я не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, откуда Борхес. Мне очень понравилась атмосфера этого рассказа. Также несколько лет назад я читал книгу Маркеса и пару рассказов Картасара. У меня есть маленький опыт чтения латиноамериканской литературы, и мне всегда очень нравилась атмосфера в этих книгах. И поэтому после каждой книги мне всё сильнее и сильнее хотелось познакомиться с испанским языком. А какой диалект испанского языка тебе больше всего нравится? Сейчас мне больше всего нравится мексиканский диалект, потому что мне нравится мексиканская культура и произношение мексиканского диалекта очень похоже на произношение русского языка. Но вначале, когда я начинал изучать испанский язык, я смотрел контент из всех стран. Я смотрел контент на европейском, испанском, на аргентинском, на колумбийском, мексиканском. И иногда я пробовал искать и другие акценты, чтобы послушать, как звучит каждая страна. А мне очень нравится аргентинский и испанский. Мне нравится испанский язык. Мне нравится каждый испанский диалект. Но аргентинский не мой любимый. А мне очень нравится мелодичность аргентинского и испанского. И тот факт, что они, насколько я помню, произносят звук «й», как «дж». Что-то такое. Я думаю, аргентинцы произносят «шо». Они вместо «и» говорят «ш». Да, это уникальная особенность этого диалекта. А ты говоришь про звук других латиноамериканских стран. Может быть, я не знаю точно. Но мне кажется, что я слушала песни на аргентинском, испанском. И, по-моему, они произносят этот звук как «дж». Может быть, я не права. Это было давно. При всём уважении я думаю, что здесь ты не права. Может быть, я тоже могу ошибаться, потому что я заметил, что даже люди, которые живут в одной стране, иногда используют разные звуки и даже разные слова. Легко жить в России. У нас одинаковые звуки, одинаковые слова и никаких проблем. Да, в основном да. Может быть, есть небольшая разница в некоторых звуках. В некоторых регионах могут произносить звук «г» по-разному. «Г» или «г». «Г» ближе к испанскому. Но очень мало. К украинскому. К украинскому, да. А украинский практически как в испанском. Бывает, что интонации, мелодия языка или диалекта, или говора может отличаться. Как, например, в Екатеринбурге очень сильный местный говор. Ты слышал? Я не слышал, потому что вот ты сейчас говоришь мне эту информацию, и я также слышал про то, что в некоторых регионах люди говорят по-разному. Но я всегда слышал эту информацию от людей, которые сильно старше меня. Или просто старше меня. Но у меня есть очень много приятелей и друзей со всех регионов России. И это мои ровесники. Это или мои ровесники, или люди, которые младше меня. И я всегда очень хотел услышать другой русский язык, но все люди моего возраста говорят на абсолютно одинаковом русском языке. Я знаю людей с севера, с Урала, с Сибири, с Дальнего Востока, с юга России. Все говорят на идентичном русском языке. Я услышала этот говор, эти интонации, только когда сама приехала в Екатеринбург. Сразу в аэропорту я услышала совершенно другие интонации. Это было очень странно. Я не слышала этого раньше. Это удивительно. Я бы тоже очень хотел послушать, потому что в последнее время русский язык для меня интереснее и интереснее. Но стоит заметить, что иностранцы абсолютно не должны об этом думать, потому что очень вероятно, что они даже не смогут услышать разницу в этих интонациях. Это верно. Да, так что тема интересная, но не очень важная для тех, кто изучает язык. Да, согласна. У тебя свой канал, на котором ты делаешь видео для иностранцев. Кроме канала, что ещё ты делаешь? Я работаю. Я даю частные онлайн-уроки для людей, которые или хотят попрактиковаться в говорении, или для людей, которые хотят больше слушать адаптированного русского языка. Потому что в интернете недостаточно контента для того, чтобы изучать язык только этим методом. И поэтому некоторые люди занимаются со мной, чтобы слушать понятный адаптированный русский язык. Ты адаптируешь язык к уровню ученика, также к его интересам. Стараюсь. Да? Стараюсь. Да. Я всегда адаптирую свой язык к уровню русского языка конкретного человека. Если этот уровень начальный, то я очень часто использую жесты и фотографии. А если это средний уровень, то я говорю медленно и использую интернациональные синонимы, чтобы объяснить новые слова. У тебя много учеников? Относительно. Много — это сколько? Десять, двадцать, пять. Я бы сказал, что немного. Я могу называть человека учеником, если у нас есть регулярные занятия. У меня не очень много людей, с которыми я занимаюсь регулярно. Но очень часто есть люди, которые иногда хотят поговорить по-русски или послушать русский язык. Таких людей много. И очень часто я вижу этих людей один-два раза и всё. Ты работаешь на себя или на школу, на компанию? Я работаю на себя. У меня есть профиль на сайте для изучения иностранных языков. Этот сайт — это не мой работодатель, не моё начальство. Это платформа, которая помогает людям работать вместе. Я работаю на себя. Понятно. У тебя есть рабочий график? Ты решаешь сам, когда работать, да? Почти. Я могу выбирать, когда я свободен. Если человек забронирует урок в это время, то я должен провести урок. Но если планировать заранее, то я могу сам выбирать, когда я хочу работать, а когда отдыхать. Со скольки до скольки обычно ты работаешь? Это очень сильно зависит от дня или от сезона. Я вроде бы тебе говорил, да, что я обычно ложусь спать поздно и просыпаюсь. Иногда поздно, иногда не очень поздно. Моё время открыто с десяти утра до полуночи по московскому времени. Но также иногда днём у меня есть перерыв для своих дел. Значит, ты даёшь уроки и создаёшь видео для своего канала? Сейчас, да. В основном всё, чем я занимаюсь сейчас, это работаю со студентами и занимаюсь каналом и изучением испанского языка. Это то, на что я трачу больше всего времени в данный момент своей жизни. Твой канал называется Inhale Russian. Расскажи, пожалуйста, как ты выбрал это название? По-моему, очень красивое название. Спасибо. Для меня тоже красивое, но я всегда думаю, что американцы или британцы смотрят мои видео и думают, какое глупое название. Типа, почему Inhale Russian? Это странно. Я не знаю. А почему? Я не знаю. Ну, это как метафора. Inhale — это вдыхать. Это очень натуральный биологический процесс. И идея в том, что изучать язык можно так же легко и так же натурально, как дышать. И поэтому я не хочу, чтобы человек изучал русский язык. Я хочу, чтобы он вдыхал русский язык. Красивая метафора. Да, спасибо. Да, действительно. На твоём канале много очень интересных видео для разных уровней, начиная с нулевого, верно? Ну, можно сказать, что да. Я не очень думаю о методике и не очень думаю о конкретной системе, об уровнях. Я очень часто импровизирую и потом думаю, для кого это видео. Если там очень много лёгких слов и очень много фотографий, я пишу Beginner. Если там есть фотографии, жесты, но иногда много абстрактных слов без фотографий, я пишу Pre-Intermediate. Я не очень серьёзно думаю о системе. А как ты думаешь, наше сегодняшнее видео для какого уровня подходит? Я думаю, это можно назвать Intermediate. Надо понимать, что разные люди понимают эти уровни по-разному. Если человек изучает русский язык традиционным способом, это абсолютно другая ситуация. Но если человек ориентируется на Comprehensible Input, он по-другому понимает эти уровни. И если говорить про Comprehensible Input, я бы сказал, что это Intermediate. Если ты не против, давай поговорим про эти уровни. Мне интересно твоё мнение. Я бы хотел поделиться своим мнением, своим видением. Ни для кого не секрет, что большинство каналов, которые делают этот контент, взяли идею от платформы Dreaming Spanish. Я думаю, первая очень успешная и большая платформа, которая делает Comprehensible Content для студентов, для людей, которые изучают язык. И многие авторы, многие создатели контента, они взяли структуру. Структуру канала, структуру уровней и контента из Dreaming Spanish. И, конечно, вначале я тоже ориентировался на то, как работает Dreaming Spanish, как они делают видео и какие уровни они используют. Но потом я начал думать, что для русского языка эту ситуацию надо немного адаптировать. Потому что русский язык будет немного сложнее, чем очень многие популярные иностранные языки. И я сейчас думаю, что в русском языке надо разделять два уровня Intermediate. Это Intermediate и Upper Intermediate. Я бы сказал, что Intermediate — это когда люди говорят медленно, используют несложные слова, но абсолютно не используют ни фотографии, ни картинки, ни жесты, как мы сейчас. Уровень Upper Intermediate — это более свободная, более быстрая речь, но не натуральная речь. Потому что натуральная речь — это Advanced. И, например, на Dreaming Spanish есть только один уровень Intermediate. И я думаю, что для русского языка это может быть слишком сложно. Я думаю, что когда человек понимает медленный русский язык и не хочет использовать фотографии, он не может так быстро адаптироваться к быстрой речи, к быстрым разговорам. И поэтому я думаю, что очень важно делать много контента, где люди будут говорить медленно и использовать популярные и понятные слова. Я полностью с тобой согласна. Я тоже думаю, что контент для уровня начинающих, то есть beginners, обязательно должен включать в себя иллюстрации, фотографии, много жестов, эмоций, всё, что угодно. Всё, что можно использовать, чтобы сделать богатый контекст. Чтобы язык был понятен. Например, на моём канале есть три уровня Beginner. Ничего себе. 0, 1 и 2. 0 — это для тех, кто ничего не понимает. Я видел этот плейтест. Я говорю очень-очень медленно и рисую практически каждое слово. Это очень хорошо, отличный способ начинать. Второй уровень — это уровень, когда я всё ещё рисую очень много или использую много-много иллюстраций. Третий уровень — это видео, в которых много иллюстраций, но каждая картинка иллюстрирует не слово, а фразу или идею. Потому что слушатель уже понимает много базовых слов, и ему нужно уловить только общую идею с помощью картинки. То есть он почти готов слушать язык без иллюстраций. Это третий уровень. Я согласна, что для уровня Intermediate нужны видео, где мы говорим всё ещё медленно и понятно, но не используем картинки. Слушатель опирается, базируется уже на своём знании языка. Да, абсолютно согласен. Тренирует слушание всё больше и больше. Да, у тебя даже более конкретная и более продуманная система, чем у меня. Но, в общем, наши мнения похожи, и наши взгляды совпадают. Это хорошо. Да, это действительно хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.